Продолжение следует... Продолжение следует... После этого планировалось, что участники процесса запустят сигнальные ракеты белого цвета, что будет означать готовность представителей Донецкой Народной Республики и Украины начать устранение нарушений. Следующим этапом должен был стать запуск зеленых сигналов, то есть фактический старт самого процесса. Промиссия приветствует договоренность, достигнутую на заседании трехсторонней контактной группы по поводу разведения сил и средств в районе... в зонах разведения сил и средств, в Золотом и Петровском. Мы, со своей стороны, готовы осуществлять мониторинг этого процесса посредством наземного патрулирования, также использованием бесплатных летательных аппаратов и камер. Во время этого разведения сил и средств предполагается, что личный состав и военная техника будут выведены из зон разведения. Мы будем пытаться осуществлять это. Если мы сможем еще раз встретить этот момент, как вы предлагаете через 10 минут, мы прекрасно можем подтвердить. Делаем паузу, 10 минут, 12.25. Представители ДНР запускают уже вторую ракету белого цвета, ожидая ответа от украинской стороны. Его не следует. Мониторинговая миссия разрывается между участками разведения сил, пытаясь выяснить, почему украинская сторона не отвечает белым сигналам. Во-первых, три часа это был уже с доброй воли, скажем так, с нашей стороны. Почему? Потому что, согласно плану графика, 12 часов по запуску ракеты белого цвета. Это было уведомление о готовности. И через 10 минут мы должны были запустить ракету зеленого цвета. Это являлось началом разведения или устранения нарушений в районе разведения сил и средств. Но, к сожалению, по сей момент, сейчас 15 часов, никаких решений, заявлений о готовности украинских подразделений к отводу или устранению нарушений до сих пор нет. Можно ли говорить, что украинская сторона в очередной раз сорвала эти договоренности? Нет, нельзя говорить, что она сорвала, так как для отвода или устранения нарушений у нас является трое суток, согласно плану графика, утвержденного в Минске. В Луганске также заявили о срыве мероприятия с украинской стороны в районе населенного пункта Золотое. Тем не менее, представительство Луганской Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе заявило о готовности народной милиции к повторной попытке разведения сил и средств от линии соприкосновения в районе населенного пункта Золотое в Донбассе. В свою очередь заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко отмечает, что срыв мероприятий в Петровском и Золотом поставил под вопрос созыв встречи министров стран Нормандской четверки. Такой точки зрения придерживается и министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, которая заявила, что есть абсолютно стойкое ощущение нестабильности ситуации на украинской стороне. По ее словам, новое киевское руководство пока что не в состоянии навести порядок ни среди представителей разных ветвей власти, ни среди радикально настроенных формирований, поэтому ситуация у них шаткая. На данный момент УБСЕ отвечает довольно уклончиво о том, выполнила ли украинская сторона свои обязательства по этому вопросу. Говорят, что это все вопросы документа оборота и все уведомления передаются в Киев. Однако, поскольку мы не слышим об остановке этого процесса, есть предположение, что все-таки некие уведомления были направлены украинской стороной. Мы надеемся, что сегодняшний отчет УБСЕ прояснит полностью эту ситуацию. Напоминаем, что 1 октября контактная группа согласовала план график устранения нарушений на участках разведения войск в Петровском и Золотом. Продлиться процесс должен 30 суток. Датой начала было определено 7 октября. Ранее отмечалось, что непосредственно процесс устранения нарушений продлится 3 дня, а в субботу, 12 октября, стороны должны будут уведомить ОБСЕ об отводе вооружения и вооруженных лиц с участка, а также о готовности к демонтажу фортификаций и других объектов военного назначения, к разминированию и очистке районов загрязненных взрывоопасными предметами. Это показывает о том, что мы договороспособны. Мы договороспособны и мы готовы выполнять строгой букве с теми договоренностями, которые были достигнуты в Минске. Представители ОБСЕ ждут, пока участок покинет последняя группа СМИ. Украинская сторона, ожидаемо, оказалась не готова к устранению нарушений, которые были обнаружены у них мониторинговой группой. Но план по урегулированию не сорван и в течение нескольких дней мероприятие повторится. Дмитрий Подорожник, Евгений Полянский, Новороссия ТВ.